Сейчас мы находимся в Николаеве и решили спросить здесь у людей, какой они видят самый правильный выход из нынешнего обострения на Донбассе и отношениях с Россией. Привет всем, меня зовут Антонина Белоглазова, поехали. А Россия, а кто залез? Мы же сами подняли это договор. А Россия влезла, стала помогать, потому что стали, если вы думаете, то российскому носилу, ну там тоже погано было. И тут, что не было, приезжала захищенная Украина. И что из крайних зала снимали, тут не так. Мы выбрали Зеленского, думали, что это будет. Даже за то, что внутри страны делается. Разве можно поднимать такие цены на коммуналку? Хотя везде во всем мире 15% дохода идут на коммунальные услуги. А что у нас? Еще они будут людей выгонять из квартиры. А как же человек может заплатить, когда человеку даже 3 тысячи пенсия, даже 3. А он заплатит 3 тысячи за квартиру. Как ему жить? Как? Где же ему брать деньги? А людей будут выгонять, вот эти коллекторы будут выгонять, звонить, угрожать, выгонять людей на улице. Это нормально? Это ненормально. И так думают все люди в Украине. Тогда уже люди начнут стрелять. Это однозначно. Мы выбрали его, думали, что будет порядок, думали, что он лучше Порошенко. Так теперь мы считаем, что Порошенко был лучше. Теперь мы считаем так. Он что, не знает, что такие коммуналки большие? Он что, не знает? Он знает прекрасно. А люди не могут оплатить такие деньги. Как можно сделать? Так еще вода вырастет. Еще. Еще вырастет вода. 32 закупы. Это ж как можно. Это ж здесь надо брать. Что это там за сердце? Что они думают правительственники, когда они говорят о таких ценах? Скажите, как? Что они думают? Они вообще думают о народе. Я проработала 40 лет, я была начальником цеха, я была конструктором, и у меня пенсия маленькая. Я вынуждена сидеть в охранятии неизвестно кого, чтобы заработать еще какие-то полторы тысячи, чтобы выжить. Понимаете? Нет, это страшно. Если бы они подумали о народе, если бы они думали, такого бы не было. А какие законы? Книги убрать российские, то убрать улицы, менять. А вы повышенность поднимаете промышленность, которую вы же сами угробили? Вы же сами разрушили заводы. Это ж не слесарь пошел заводы разрушать и грабить имущество завода и фабрики? Во-первых, навести порядок внутри страны. Ну, сумасшедшие же это. Коррупции. Люди бегут с этой стороны. Сейчас даже молодежь, она еще разбегается.